А какой твой любимый фильм ужасов? Фауст 21 века представляет Приветствую вас, мои кровожадные печеньки. Массовые убийства оставляют неизгладимое впечатление везде, где бы они не совершались. Но что наше общество делает, чтобы их предотвратить? Или же мы, возможно, делаем все наоборот? Именно в этом мы сегодня и постараемся разобраться. На вас пристально смотрит Фауст 21 века. И добро пожаловать в колыбель ужаса. КОЛЫБЕЛЬ УЖАСА 24 марта 2015 года Андрес Лубец находился в качестве второго пилота на самолете Аэробус А320-211 Немецкой авиакомпании German Wings со 144 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Рейс следовал по маршруту Барселона-Дюссельдорф. Командир экипажа покинул кабину. Лубнец закрыл дверь и дал указание автопилоту снизить высоту полета воздушного судна. Около 10.31 самолет начал резко снижаться. Командир пытался вернуться в кабину. Он стучал в дверь и пытался выломать ее. Но все было безуспешно. Андрес Лубец хранил молчание. Не выходил на связь с диспетчером и не отвечал на его вызовы. Согласно записи бортового самописца, его дыхание было нормальным. В какой-то момент было отмечено движение ручки управления самолетом небольшой амплитуды, произведенная со стороны второго пилота. Предполагается, что Андрес пытался поднять самолет. Эти действия не оказали влияния на траекторию движения, так как касания системы управления были недостаточно сильными для отключения автопилота, выполнявшего программу на снижение. В 10.41 аэрбуз снизился до высоты 200 метров над уровнем моря и разбился, врезавшись в горы. Погибли все, находящиеся на борту. Следственной группой было установлено, что самолет разбился из-за намеренного действия второго пилота. Андресу Лубицу было 27 лет, и он прославился тем, что направил самолет авиакомпании German Wings прямо на французские Альпы. Некоторые утверждали, что Андрес имел проблемы с психикой и склонность к суициду. Однако на самом деле Андрес стал массовым убийцей. И сегодня я объясню вам, почему это так. В мире испытывают какое-то особое восхищение перед массовыми убийцами. Серийные убийцы, например, стали источником вдохновения для написания книг, создания сериалов, документальных и художественных фильмов. Однако у серийных убийц совершенно иное мышление. Среди всех преступников массовые убийцы стоят особняком. Если другие убийцы не хотят, чтобы их поймали, то массовые убийцы в большинстве случаев хотят, чтобы их заметили, и их жестокие деяния запомнили все. Давайте сравним массовых убийц и серийных убийц. Массовые убийцы индивидуальны, так как период, когда они совершают свои преступления, очень краток. Это акт внезапной и открытой жестокости, который обычно состоит из трех или более убийств в одном месте, с минимальным перерывом между преступлениями. Преступления серийных убийц более длительные и сопровождаются периодами затишья, на месяцы или даже на годы. Серийных убийц также намного труднее выявить, так как они являются частью общества, со своей сложной психопатологией, и у них даже может быть вполне счастливая семейная жизнь. Массовые убийцы зачастую стремятся к одиночеству и терпят неудачи в отношениях, так как не могут поддержать здоровые отношения с другими людьми. Массовые убийцы могут быть помешаны на оружие и на антиправительственных идеологиях. Но это не всегда так, потому что существует много разных типов массовых убийц, которые обычно разделяются на несколько групп. Есть убийцы-последователи, которые следуют указаниям своего лидера-манипулятора. Например, Чарльз Мэнсон и его секта-семья, члены которой в 1969 году, подчиняясь его приказам, совершили ряд жестоких убийств. Или Джим Джонсон, основатель секты Храма Народов, последователи которой, по официальной версии, совершили в 1978 году массовое самоубийство. Есть убийцы-уничтожители семьи, которые истребляют всех членов своей семьи, как известный убийца Рональд Деффио, который 13 ноября 1974 года убил своего отца, мать, двух сестер, двух братьев. Псевдо-бойцы, фанатики оружия, которые очень тщательно планируют свои нападения. И обычно это связано с местью в той или иной форме. Стрелок Эрик Харрис и Дилан Клибалт из школы Колумбайн спланировали нападение на остальных учеников и персонал этой школы, совершив это 20 апреля 1999 года. Или керченский стрелок Владислав Росляков, совершивший свое жестокое нападение 17 октября 2018 года. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения. Они как раз попадают под типаж этой категории, но также их можно категоризировать как школьных стрелков. Название говорит само за себя. Также выделяют еще обиженных сотрудников, которые всегда устраивают расправы на своих рабочих местах, как это сделал Патрик Шерилл, который убил 14 работников почты на своем рабочем месте, затем покончил с собой. Или Дмитрий Виноградов, совершивший 17 ноября 2012 года, расстрел своих коллег на своей бывшей работе, где погибло 6 человек. В этой фирме он проработал юристом 4 года. Есть убийцы, которые действуют по принципу «Организуй и беги». Например, Тимоти Макуэй, организатор одного из самых крупнейших террористических актов в истории Америки. Взрыв в федеральном здании имени Альфреда Мара, 19 октября 1995 года. Тимоти отобрал жизни у 68 человек. Эти люди закладывают взрывные устройства и пытаются скрыться. Это, наверное, единственный тип массовых убийц, которые не хотят, чтобы их поймали. Большинство массовых убийц, начиная совершать свои преступления, зачастую не намерены оставаться в живых. Буйные убийцы. Это еще одно определение, которое часто связывают с массовыми убийствами. Когда человек просто заходит в общественное место и просто начинает стрелять во всех подряд, стараясь убить как можно больше людей. Пример Чарльз Уитман, техасский стрелок. 1 августа 1966 года забрикадировался на 28 этаже башни Техасского университета и в течение 96 минут стрелял из снайперской винтовки по людям на улице. Обычно буйные убийцы с серьезными психическими расстройствами и преследующие какую-то бредовую идею. Террористические акты также считаются одной из форм массового убийства. Пример события в Вене 2 ноября 2020 года. Файзулай Кайтам, расстрелявший мирных жителей Вены. Как мы видим, Андрес Лубец не попадает ни под одну из этих категорий. Он не был убийцей-последователем, так как у него не было лидера. Он не истреблял свою семью и не был псевдобойцом или школьным стрелком. И он не пытался избавиться от своих коллег. И у него не было намерения оставаться в живых. Поэтому его нельзя назвать убийцей, который делал свои дела и убегал. Что же смотивировало Андреса совершить убийство 150 человек? В большинстве случаев массовые убийцы совершают свое преступление из мести в той или иной форме. Это может быть как месть одному человеку или же всему обществу. Однако есть один важный факт, который следует учитывать. И это то, что как-то упомянул Андрес перед своей смертью. По словам его бывшей девушки, он часто говорил о том, что хочет, чтобы его знали и запомнили за какой-то поступок. Он однажды заметил, что когда-нибудь совершит нечто такое, что изменит всю систему. И его имя будет знать каждый. Это очень важное замечание, так как оно указывает на сильное заблуждение. Это заблуждение о своем величии. Действительно, многие люди хотят, чтобы их запомнили в этом мире за какой-то поступок. Но человек со здоровой психикой понимает, что для этого нужен некий процесс. Долгосрочное саморазвитие и этот процесс, как правило, положительный. А не сливающийся в умах общества в одно слово – террор. Однако, увы, Андрес не обладал здоровой психикой. Он страдал депрессией. Но не той депрессией, которой так или иначе страдаем мы все. То есть апатией. А настоящим заболеванием депрессия. Подрывающим здоровье человека. По этому поводу он обращался к врачу, и его психическое состояние в конечном итоге переросло в хроническую депрессию. Многие массовые убийцы могут находиться в нескольких категориях одновременно. Но Андрес не вписывается ни в одну распространенную категорию массовых убийц. Тогда давайте посмотрим на основные причины, которые мотивируют массовых убийц совершать жестокие преступления. Самые популярные источники мотивации для массовых убийц и серийных убийц – это жажда власти, месть, верность, деньги и террор. Власть – это самая распространенная движущая сила для убийцы. Это может быть обычное и сексуальное доминирование. Некоторым просто доставляет удовольствие играть в бога и распоряжаться жизнями других людей. Месть часто присуща недовольным сотрудникам, которые возвращаются в компанию, откуда их уволили, чтобы отомстить. Это также относится к такому убийце, как Элиот Роджер, который убил шесть человек за то, что женщина отказала ему в отношениях. Этим он также хотел и отомстить всем мужчинам, у которых все было хорошо в личной жизни. Его расправа была также возможностью провести всю свою власть и доминировать над теми людьми, перед которыми раньше он чувствовал себя неполноценным. Также под месть подпадают расстрелы в армии солдатами, которых унижали. Самый последний случай это Антон Макаров, который расстрелял троих сослуживцев 9 ноября 2020 года. Верность. Эту причину немногие могут понять. Однако давайте отойдем от убийц-последователей и рассмотрим нечто менее очевидное. Отец убивает свою семью, а затем совершает самоубийство. В его психике это акт выраженной верности. У мужчины были причины полагать, что его семье придется столкнуться или она уже столкнулась с непреодолимыми сложностями. И по его мнению, единственный выход из этой ситуации это смерть. И даже несмотря на то, что это ужасный акт, он не может просто совершить самоубийство. Ведь он не хочет, чтобы его семья жила с чувством стыда и испытывала еще большие трудности в жизни. И для того, чтобы защитить свою семью, как бы иронично это ни звучало, он их убивает. Пример. Жан-Клод Раман. 9 января 1993 года он убил 5 членов своей семьи. Из-за того, чтобы не хотел, чтобы они узнали, что в 18 лет он притворялся врачом. Деньги. Это совершенно очевидная причина. Человек убивает другого человека ради финансовой выгоды. Если речь идет о массовом убийстве, когда человек за один раз убивает несколько человек, то это может быть кражей. Когда преступник устраняет лишних свидетелей. Террористы обычно мотивируются религиозными или политическими идеями. И бывают психическими отклонениями. Преступник, например, может заложить бомбу в самолете. Хотя террор обычно бывает групповым. Но к этой категории можно и отнести пример Андреса Брэйвика. Норвежского ультраправого террориста, националиста, христианского фундаменталиста, организатора и исполнителя взрыва в центре Осла и нападения на молодежный лагерь, правящий норвежской рабочей партией. 22 июня 2011 года. В результате этой трагедии погибло 77 человек. И 151 получил ранение. Если посмотреть на все эти причины, то Андрес Лубец, вероятнее всего, подходит под категорию власти. Он хотел, чтобы его помнили. Он хотел изменить систему. Что же стало для него последней каплей? Что заставило его решить именно в тот день? Забрать жизни у всех этих людей? Обычно одного желания власти недостаточно. Всегда должна быть какая-то последняя капля, когда человек готов стать убийцей. В случае с Лубецом не было никакого явного знака, никакого очевидного пускового сигнала, который должен был бы быть. Например, в случае Тимоти Маквея, у которого было достаточно причин. Осада Маунт Кармела, когда правительство захватило ранчо, принадлежащее членам религиозной секты. В результате этого захвата погибло 70 человек. И это стало последней каплей для Тимоти. И именно тогда он совершил взрыв в федеральном здании. Просто Андрес в один из дней проснулся и решил, что убьет 150 человек. А значит, нам остается искать причину только в одном – психические расстройства. И я хотел бы вам порекомендовать вот эту книгу «54 минуты». Она рассказывает события, как в школу приходит мальчик с ружьем. Но повествование в ней ведется от имени не этого мальчика, а от имени его одноклассников, учителей и родителей. И главный месседж этой книги в том, что у каждого из нас есть причина бояться мальчика с ружьем. Но сейчас давайте постараемся разобраться, в чем же причина и психопатология массовых убийц. У 60% массовых убийц либо уже имелось диагностированное психическое расстройство, либо они демонстрировали серьезные признаки умственной нестабильности накануне преступления. Примерно треть из них общалась с психиатрами, которые чаще всего ставили им диагноз «параноидальная шизофрения». Второй наиболее чаще встречаемый диагноз был «депрессия». Однако большинство людей, страдающих от подобных расстройств, безопасны для общества. Поэтому такие диагнозы не дают полной картины. Возможно, дело было в обостренных ощущениях больного, будто его преследуют. И они так жаждут отомстить. Таким людям очень трудно понять причину, почему их грандиозные планы о своей личности не позволяют им достичь успеха на работе или в личных отношениях. И они решают, что единственным объяснением этих неудач является саботаж со стороны окружающего их общества. Также было обнаружено, что путь к массовому убийству является достаточно стереотипным. В детском возрасте все преступники были объектами издевательств. Либо они находились в социальной изоляции. Все они отличались подозрительностью и тревожностью. И эти качества вели к усугублению изоляции. Они постоянно сваливали свои проблемы на других, считая, что окружение их отвергает. Они не способны осознать, что сами являются слишком эгоцентричными или занудными. Эти люди маниакально копят обиды на всех. Кого они считают частью группы или сообщества, отказавших им в принятии. Они непрерывно думают о своем унижении. И это лишь только разжигает чувство обиды в них. А со временем появляются фантазии о мести, которые в итоге приводят к мысли о массовом убийстве. Ради славы и нанесения вреда всем тем, кто, как они полагают, вредили им. Причем даже если для них самих это означает неминуемой смертью. Но давайте взглянем на клинические примеры. Андрес Брэвик. Когда Андресу было 4 года, за ним стали замечать странности. Психологи проверили Андреса и его мать и пришли к трагическим выводам. Мать с самого рождения говорила Андресу, что жаждет его смерти и ждет, когда он умрет. У Андреса всегда была странная улыбка. Но эта улыбка не была связана с чувствами или эмоциями. Она была нервной. Специалисты заметили агрессию матери, а также то, что она проецировала на своего сына сексуальные фантазии. Она всерьез обвиняла ребенка за то, что он требует слишком много внимания. Ей был поставлен диагноз расстройство личности и депрессия. У нее были постоянные перепады настроения. Извежливой и дружелюбной она за секунду превращалась в злобную и жестокую женщину. И для врачей было очевидно, что ребенка срочно нужно спасать и забирать у матери, и передавать отцу. Но соцслужбы не увидели ничего плохого в этом, и Брейвик остался с матерью. И он рос в подобной среде, развивался, был законопослушным гражданином, организовал свой бизнес. Но в конечном итоге все закончилось трагически. Исследуя его поведение после 2011 года, можно выделить гипертрофированное нарциссическое расстройство личности. Он ощущал себя человеком, стоящим выше всех по эволюционной лестнице. И что их жизнь не имеет ценности. Он фантазировал настолько серьезно, что начал считать себя героем, которого мир еще никогда не видел. Полное безразличие к чувству окружающих. Эгоцентризм настолько сильный, что он не считал нужным даже коммуницировать с обществом. Потому что это бы означало, что ему нужно приложить усилия на своей жизни. Но мышление Брейвика отличается от мышления человека с шизофренией или бредовым расстройством. В его же случае бред величия рождался в результате нарциссизма. То есть это, так сказать, своеобразный грандиозный нарциссизм. И это четко объясняет, как Андрес мог быть таким функциональным. И при этом имел бредовые идеи, возникающие не на почве шизофрении. Потому что шизофреники очень плохо сконцентрированы. Хотя многие специалисты на суде пытались диагностировать именно ее. Хотя объективно ясно и видно, что у шизофреников просто не могло быть такой рассудительности и тактической координации всех действий. И шизофреник не мог бы организовать подобный террористический акт. В классическом проявлении бредовое расстройство примерно выглядит следующим образом. Человек чувствует себя пришельцем, который обладает суперспособностями. Когда у Брейвика мы видим четкое понимание себя и своих целей. Их главную роль играл базисный излом в процессе воспитания. В истории с Колумбайном, на примере Эрика и Дилана, мы можем видеть негативную среду пребывания. Тотального одиночества, неспособность завязать нормативные отношения с девушками, глубочайшую фиксацию и внесение в список каждого из тех, кто их обидел. То, что эти парни могли подобное совершить, что самое удивительное, не было ни для кого тайной. И от Эрика и от Дилана можно было часто услышать, что они хотят взорвать школу или всех расстрелять. Но всем казалось, что это блеф, и все их просто еще сильнее игнорировали. У Эрика была диагностирована депрессия и обсессивно-компульсивное расстройство. По каждому из этих расстройств он получал терапию. Дилан также страдал депрессией и постоянно занимался самоповреждением. И кроме Эрика с ним в школе вообще никто не общался, потому что его все считали недалеким и тупым. Из многих допросов так даже говорили преподаватели. Это порождало еще больше комплексов и проблем в коммуникации. И несмотря на весь этот огромный список предупреждений, ни близкие, ни одноклассники, ни школьная администрация не предприняли ничего. Если мы посмотрим на этих мальчишек, то сможем увидеть отчетливое сходство. У них у обоих была депрессия, оба отвергнуты. У обоих были фантазии, в том числе сексуального характера. У обоих было недостаточно хорошее развитие социальных навыков. И их обоих не любили. И из-за этого им казалось, что они достигли более высокого уровня сознательности. Поэтому в конечном итоге они и стали ставить себя выше других людей. У обоих в плане психопатологии мы можем отчетливо видеть асоциальное расстройство личности и нарциссизм. Таков же гипертрофированного, как и у Брейвика. У них был четко выверенный план взрыва, который отвлечет на себя полицию. И атака на школу. Во время нападения их спрашивали, почему вы это делаете. Они отвечали, что всегда хотели это сделать. Это была расплата. Они годами мечтали об этом. Они считали, что жертвы заслуживали этой расплаты. Если мы посмотрим на случай Джима Джонсона, его мать с самого рождения внушала ему, что в ее видениях, в будущем он станет лидером величайшей религиозной организации и поведет за собой людей. И вдалбливала ему эту мысль с самого рождения. Ну а далее по классике. Зоосадизм, инурэс, пиромания, увлечение оккультной литературой и религиозными писаниями. Он был способен заучивать Библию страницами. И в конечном итоге он создал свою церковь. Он строил живый образ на расовом равенстве. Очень ловко выдавал свою хорошую память за способность читать мысли. И убеждал всех, что он единственный друг страждущих. В конечном итоге его влияние достигло такого уровня, что произошло ужасно. Классические черты лидеров, подобных Джонсу, это опять-таки нарциссизм. В его поведении прослеживается 89 симптомов нарциссического расстройства личности. Грандиозное представление о себе, фантазии о неограниченной власти, убеждение о своей исключительности и высокомерие. Кроме того, Джонс основал коммуну и назвал ее в свою честь. Он считал себя живым богом. Ну и что касаемо нарциссизма и антисоциального расстройства личности, они не описывают весь спектр поведения Джонса. Например, паранойя, бредовые идеи, нерациональное мышление и навязчивые мысли о смерти. Это можно объяснить коморбидными психическими нарушениями и употреблением огромного количества наркотиков. Все это могло вызвать паранойю. Что касаемо бредовых идей, трудно сказать, были ли они на самом деле, или он только притворялся. Такие идеи часто возникают у людей, которые много и постоянно лгут. Проблема любой религиозной организации, что их основная аудитория, это люди, потерявшие смысл жизни. И самостоятельно они уже не способны найти его. И эти ушлые организации ловят этих несчастных и выкачивают из них все во всех возможных смыслах. Но Джонс не был убедителен для большинства людей. И поэтому все закончилось массовой расправой. Джонс это пример, как тот же самый набор расстройств личности может перетечь не просто в массовые расстрелы, а в массовый страх и помрачение основного инстинкта вживания. После бойни больше 50% массовых убийц либо сразу совершают суицид, либо провоцируют полицию, чтобы их застрелили. Этот показатель в среднем почти в 10 раз ниже у преступников, совершивших какое-либо убийство. Стоит задаться вопросом, свидетельствуют ли данные цифры о том, насколько эти люди психически больны. Возможно, они считают, что уже не могут больше выносить агонию жизни. Как только они сводят счеты за свое предполагаемое унижение, у них полностью исчезает причина жить дальше. Известно, что Андрес Лубец именно в тот самый день получил заключение от психиатра о том, что именно сегодня ему не рекомендовано садиться за штурвал самолета. Но он разорвал бумаги, хотя для него его психическое состояние не было новостью. Но получить такое заключение от врача могло стать причиной его преступления. Но давайте взглянем на эту проблему глубже. Возможно, дело было и в препаратах, которые он принимал. У Андреса была депрессия, и ему были назначены антидепрессанты и противотревожное лекарство. Один из таких препаратов действительно был обнаружен у него в крови. Огромное количество людей принимает эти препараты без каких-либо последствий, и они еще никому не навредили. Однако то же самое можно сказать и про людей с нелеченными психическими заболеваниями. Мы не можем упускать тот факт, что психиатрические препараты, которые изменяют образ мышления человека, потенциально могут приводить к смертельно опасным последствиям. В списке побочных эффектов антидепрессантов значатся. У пациентов с депрессией может возникать склонность к суициду. Но я не пытаюсь подчеркнуть, что психофармакотерапия опасна. Нет. Но просто врачам стоит понимать, когда, и кому, и при каких условиях их можно назначать. И что пациента, наверное, стоит отправить в отпуск и провести с ним месячный курс психотерапии параллельно с лечением фармакотерапии. Или, возможно, стоит положить человека в стационар. Вместо этого ему назначили новую порцию лекарств, выдали документы, что ему, дескать, не рекомендуется работать, которые так и не дошли до начальства авиакомпании. И произошла катастрофа. Джефф Вайс, 16-летний парень, страдал депрессией и убил 9 человек в 2005 году. Депрессия не была единственным фактором, всего лишь одним из нескольких. У него была непростая ситуация в семье. И к тому же, его дразнили в школе, что и привело к депрессии. В конечном итоге он совершил суицид. И это преступление вызвало горячее обсуждение об опасности последствий препаратов для детей и подростков. Но знаете, что здесь важно? Наше общество почему-то всегда жаждет одну ограниченную проблему и переложить на нее всю ответственность. Лекарственные средства, агрессивные видеоигры, издевательства в школах, невнимательные родители, плохие врачи, жестокие партнеры. Но каждый раз сбрасывая все на одну проблему, мы делаем лишь одно. Мы заметаем весь инфошум под ковер, чтобы этого никто не видел. Правительство выдвигает новые законопроекты, общественные организации приходят в школы и читают им лекции о любви и уважении к окружающим. Но все это в конечном итоге просто симуляция деятельности. А по факту, каждая из этих причин является катализатором. И получается, что каждый из нас виноват. Плохой врач, безразличный родитель, злые одноклассники, игры, в которые ребенку позволяют играть родители, лишь бы не разговаривать с ним, нанятые репетиторы, лишь бы в коронавирус можно было отдохнуть от ребенка. Вместо того, чтобы в школы нанять компетентных психологов, которые понимают и фильтруют, что они говорят ребенку, чтобы в педагогических университетах будущих учителей учили понимать, что такое хрупкое сознание ребенка, а не унижать их при любой возможности, бравируя своим опытом и возрастом. Чтобы соцслужбы изымали детей и передавали их родственникам, которые заинтересованы в воспитании этого ребенка и хотели ему помочь. Они утверждали, что он одержим и видит бесов, и его нужно сводить в церковь и не перекладывать ответственность на то, что они получили оружие и заставить родителей и надлежащих хранить это оружие дома, подальше от детей. А пока мы все сваливаем на YouTube и плохих блогеров, далеко мы не уедем. Андрес страдал от депрессии и не был удовлетворен своей жизнью. К тому же у него не складывались личные отношения. Все это привело к развитию психической патологии, для лечения которой ему были назначены препараты. И он сел за штурвал самолета и отобрал жизни у 150 человек и закончил свою. Разное оружие, разные средства, но слишком много параллелей, чтобы их можно было игнорировать. Я передал вам эту информацию, чтобы вы поняли, что в реалити-шоу под названием «Жизнь» у всех и каждого должна быть активная общественная позиция. Так все-таки, как вы думаете, мы сами порождаем массовые убийства. И что важнее, ограничение выдачи разрешения на огнестрельное оружие или освидетельствование всех и каждого у психиатров и постановка им диагноза. Давайте отправимся в комментарии и обсудим это, и вы выскажите свою позицию. И я с удовольствием ее прочитаю и надеюсь, что между нами возникнет дискуссия, а не однобокое и плоское мнение. Также, если я увижу, что этот ролик вам интересен и он приблизительно наберет 10 тысяч лайков, то я сделаю отдельный разбор событий в Колумбайне с точки зрения психиатра и расскажу, что могло и что, скорее всего, происходило в головах этих мальчишек. На сегодня все. Также не забывайте подписываться на иллюстратора сегодняшнего выпуска. Ссылка в описании. И перед тем, как попрощаться, я хочу обратиться к каждому из вас. YouTube больше не монетизирует подобный контент за содержание определенных триггерных теговых слов. И если вы хотите видеть подобный контент чаще, то вы можете поддержать нас по ссылке в описании. Спонсоры сегодняшнего выпуска. Спасибо за вашу финансовую поддержку. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. В ожидании будущих видео вы можете посмотреть другие проекты на моем канале. Пишите в комментариях свое мнение, о чем бы вы хотели увидеть новый выпуск. И спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. На вас пристально смотрел Фауст 21 века. И помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется. Субтитры сделал DimaTorzok